МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Грандиозное видовища. Гигантский вагоноперокульвальник, выпущенный на заводе торфянного машинобудования в Большевику, отправился сёння до заказчика в Минскую область. У дороги техника будет находиться двое суток. Вызволение Гомеля. Листопад 1943-го. Военно-гисторичная реконструкция, просвеченная 75-й годовине вызволения областного центра, пройдя в неделю 25-го листопада. Героичное минулое навеки в памяти народной. У Брагине открыли аллею славы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У беларуско-российских относинах необходимо кончатково вырошить головное питание. Створить ровные умовы для работы грамадян и субъектов господарения. Прагета президент Беларуси заявил сёння на встрече с российским министром замежных справ. Сергей Лауроу прибыл в Минск для удела с уместным посаджением коллегии двух внешнеполитичных ведомств. Беларусь для России – четвертый гандлевый партнер сярод у всех краин света. Опередживают только Китай, Германия и Нидерланды. С краины СНД Беларусь – лидер. А последние два годы Минск и Москва прибавляют после непростого переда у двухбаковым гандли. И он выходит на позитив – 26 миллиардов долларов за неполный 2018-й. Что турбуе – адмовная сальда у гандли с Россией. Его оценивают у 7 миллиардов долларов. Не допомагают агульной справе по ширинню супрациониста барьеры, які до этого часу існуют на суперак интеграционным домовленостям. Секрета у меня от Министерства иностранных дел в Беларуси нет. Я думаю, ваш коллега, пользуясь вашими доверительными отношениями друг с другом, очень подробно рассказал вам о ситуации внутри страны. О наших устремлениях. Потому что я знаю, что вы человек опытный, умеете читать между строк, но пишут всякое. Поэтому я несколько болезненно реагирую, не могу отвыкнуть уже за столько лет от этого. Поэтому такой разговор с глазу на глазу, он всегда полезен. У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией. Даже очень хороший факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить, о котором мы и с вами, и наши МИДы, и еще со времен Балас Николаевича Ельцина, мы об этом говорили. Равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования на нашем общем отечестве. Я так это называю, иначе, наверное, и не назовешь. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования, в нарушении наших договоров, которые существуют, это плохо. Вот надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а в России к нам. Если, конечно, у нас торговая сальда огромный минус, но вы понимаете, как опытный человек, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс. Поэтому все от экономики, все отсюда. Говорили мы вчера с Владимиром Владимировичем Макеем подробно о других наших двухсторонних делах, в том числе и о равных правах, о необходимости их выравнивать, о чем вы только что упомянули. Мы считаем, что надо полностью выполнять имевшиеся договоренности, как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа, и мы, как внешнеполитическое ведомство, будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности. По выниках встречи российский министр расповел, что обмерковался стан двухбоковых относинов у речи счетых домовленностей, что были приняты на президентском узровне. Размова ишла про будущие мероприемства в рамках союзницких относинов, у тем лику в шматбаковых форматах. Журналисты уцекавило питание об взаимном признании виз. На подписание такого погоднения помеж краинами могут выйти уже на союзном соумении в середине снежнях этого года. Монументальные виды оздымки сделали сегодня наши корреспонденты в поселке Большавик Гомельского района. От завода торфяного машинобудования в Минску в область отправился вагоноперокульвальник. До пункта призначения он будет ехать два дни. Под обязанности у Марины Джалой. В Беларуси такие агрегаты больше никто не выпускает. Завод торфяного машинобудования выпустил третий вагоноперокульвальник. Но для заказчика в собранном выгляде отправили в першиню. Видовища на самой справе грандиозная. Вышиня гиганта – омаль 7 метров. Шириня – 5,5. Важить вагоноперокульвальник – 30 тонн. В пятницу машину чекают в Солигорском районе Минской области. На Старобинском торфабрикетном заводе. Отлеглась, прикладно, 300 километров. Створили машину три месяцы. Третье, эта техника самая дорогая, с выпущенных в последние годы. Коштует около 420 тысяч рублей. Выник – гонор для всего предприемства. В таком уже собранном виде вы еще не транспортировали? Нет, нет, нет. Это первое в истории предприятия. Это первое. В исторический момент? Да, безусловно. И вы знаете, я даже горд этим. А на Чарзе – новые заказы. По прогнозу, это будет то фабрикент завод Днепровский, но это прогноз пока. Все зависит от источника финансирования. А источник финансирования – это, конечно, инвестиционный фонд Министерства энергетики. Наша сдымочная бригада побывала и в цехах предприемства. Тут выпускают около десяти наименее техники для сдобычи и транспортировки торфу. Зараз в упробовании проходит абсолютно новая для Беларуси машина для пожаротушения на гусеничном ходе. Ранее выпускали только на Коловым. Але такая техника вязла и часто не могла доехать до места сгорания. На колесах неудобно. Тонуло, да? Тонуло было топкая, а вот эту мы пробуем такую сделать на гусеничном ходу, она более будет устойчивая. А когда вы будете на практике ее проверять? Ну вот сейчас она отправляется на испытания. Мы тут свое делали испытание, она прекрасно себя показала, но это условия обычные наши заводские. Ну, а так пойдет на торфобрикет на предприятии, там уже посмотрим, как будет дальше. На проконце листопада экспериментальная машина повинна отправиться до заказчика зноужа в Минскую в область. Там я ее чекают на предприемстве «Туршоука». Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района. У Комитета экономики Гомельского Аблвы Конкама новый керавник. Игорь Аслюк – выпускник Института керавания и Академии керавания при Президенте Республики Беларусь. Займал посады начальника отдела экономики и намесника старшини Октябрьского райвы Конкама. У 2013 годе назначены намесником старшини, у 2016 – первым намесником старшини Жлобинского райвы Конкама. Датя перешнего назначения означалево Чачерский райвы Конкама. По пропанове старшини Гомельского Аблвы Конкама у Владимира Дворника у городским поселку Брагин открыта Аллея Славы. Я настану ящий одной пляцовкой для проведения урочистых мероприемств с уделом керавников района, ветеранов, представников молодежных и громадских организаций. Место памяти знаходится побач с реконструированным парком, а так само гимназией и середней школой. На стелах прозвищи мясцовых урадженцев трех героев Советского Союза – Пятра Жукова, Сергея Мацапуры и Паула Шпетнаха, а так само десяти героев социалистичной працы. Одночасово с установкой гранитных колонн проведены работы по доброупорадковой неприлеглой территории. Установлены новые вуличные лихтары, высаджены газоны. Усяго на территории Гомельской области зараз знаходится больше, как 730 помнеков боевой славы, 220 помнеков воинам-землякам и 140 загинувшим мирным жихарам. У шмат яких городах и везках именами героев названы в улице. Вызволение Гомеля, листопад 1943-го, военно-гисторичная реконструкция, присвеченная 75-й годовине, вызволение областного центра от фашистских захопников, пройдя у неделю 25-го листопада. Усих чекают на рации СОЖ у районе припынку пляж Роповске. Реконструкция пройдя у гисторичным местом в направлении форсирования раки СОЖ и наступления 96-й и 217-й стралковых дивизий Червоной Армии. У вынику гэта гисторичной падзей 26-го листопада 1943-го года был вызволен Гомель. У реконструкции боевой операции будут заденечены техника и узбраение военных ходов, автомобили, мотоциклы, гарматы. Уникальные дзеючые машины, элементы униформы военных часов представят Гомельский областный музей военной славы и приватные коллекционеры региона. У мероприемстве будут удзельничать представники военно-гисторичных клубов с Беларуси и России. Реконструкция пройдя во умовах максимально наближенных до гисторичных. Початок в 13 годин. Актуальное питание офтальмологии обмерковывали у Республиканским навуково-практичным центры радиоцинной медицины и экологии человека. Там проходила конференция для урачов в области. С уседным опытом и опошними напрацовками в этой галине делились замежные специалисты. Под обязанностью в материале Ганны Каральчук. Омель 170 офтальмологов из всей области слухают в конференц-зале лекцию запрошенного гостя Сергея Рыкова. Заслуженный урач Украины и эксперт Сусветной организации охоты здоровья по программе «Зрок-2020» Расповедая про заполенчие и инфекционное захворвание ВОКа. Далее у дзельников конференции майстер-класс полячения косовокости от вице-президента Ассоциации детячих офтальмологов Украины. Гэта накерунок особливо актуальна для урачов, які працуют с маленькими пациентами. У опошний час подобные патологии знаходят навыд у одногодовых малых. Виной тому смартфоны и планшеты. А докладнее неуважливость батьков да здоровья детей. Шикарный мультик «Маша и медведь». Очень удобно ребенку дать телефон, на который записан данный мультик. Маленький малыш с удовольствием сидит, смотрит в телефон, хохочет, улыбается. Мама, папа свободны в это время. И таким образом маленький малыш может проводить и 30, и 40 минут. Это в лучшем случае. Чем ранее дитя знакомится с гаджетами, тем выше вероятность развития косовокости. При этом хвороба уплывая не только на внешний выгляд. Яна становится серьезной перешкодой для отримания многих профессий. Наприклад, косовокий человек не сможет стать водителем, хирургом, будовником або працовать в силовых и правооховных структурах. Урачи рекомендуют починать лечение, как маго ранее, как до школы поспеть выравнивать в очи и развить объемный зрок. У своих шесть годов Макар Якушев перенес неколькие операции. А пошня, которую провели каля года тому, на счастье оказалась поспеховой. К шести годам у ребенка должна не только быть проведена операция, но и сформирована, потому что сама операция – это только 50% работы. 50% успеха в лечении косоглазии лежит на послеоперационном, дооперационный и послеоперационный период. То есть на то, как мы сможем сформировать и сделать работу мозга, чтобы оба глаза сливали и запрашивание в едины. У Беларуси все дети на первом годе життя проходят обовязковый огляд офтальмолога. И при выключении природженных проблем со зроком, далей батькам треба уважливо сочить, как в очи детяти глядели прама. Анна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Тематичный номер часописа «Метаморфозы», присвяченный 100 годзю службы криминального вышеку, представили у Центральной городской библиотецы имя Герцена. У выданни собраны литературные нарисы и вспоминные супрацовников службы. Творы рассказывают и про героичные подвиги милиционеров, у тем лику тех, кто загинул при выполнении обовязков. У рубрицы «Слова поэта до юбилея» опубликовали вершаванные присвячения. Гоноровыми гостями презентации стали ветераны органов внутренней школы. В органах внутренних дел не только профессионалы по своей службе, по своему направлению, но и есть творческие люди, около 10 человек, которых мы привлекли. Их авторские работы и в книге, и в журнале. Ну и где-то моих работ 11 очерков. Приходилось изучать историю, работать в архивах, встречаться с ветеранами, воспоминаниями. До юбилейной даты в регионе так само выдадена книга «Криминальный вышук Гомельщины. 100-годовый шлях». В Гомеле стартовал 6-й международный конкурс молодых выканавцев на народных инструментах «Золотая лира по лесу». Проходит творческое споборничество на базе детячей музыкальной школы мастерства у имя Чайковского. Удела конкурса принимают 200 юных выканавцев с 5 краин. На суд международного жюри конкурсанты проставят музычные творы на балалайках, баянах, цимбалах, домрах и инших инструментах. Упершинился роду дельников выканавца на таджикском рубапе. Условия конкурса таковы, что они должны показать музыку разных стилей. Это и классические сочинения, это виртуозные сочинения, это оригинальная музыка, написанная для инструментов. И ребята очень часто удивляют своей технологической оснащенностью. За каждые 5-7 лет происходит новый виток, и техническое мастерство исполнителей значительно вырастает. Если 30 лет назад с этими сочинениями выступали маститы и музыканты, то сейчас их уже играют очень часто выпускники музыкальных школ. Чакаются так само и мастер-классы от членов журы конкурсу. Завершится 6-ая золотая лира по лесу в неделю, 25 листопада. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Вы смотрите де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Погодные условия или вина водителей. В Гомельской области за прошедшие сутки отмечается всплеск ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В областном центре пострадали два человека – женщина и ребенок. Дорожно-транспортное происшествие с участием 9-летнего мальчика произошло в Новобелецком районе на улице Ильича. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, где на него и наехал автомобиль. После падения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ссадины и ушибы. В ГАИ сообщают о вине автомобилиста. К слову, в ДТП с ребенком водитель попытался успеть проскочить на мигающий зеленый, а в результате такого ускорения проехал перекресток на желтый и красный сигнал светофора. Спешку и невнимательность водителей в ГАИ называют главной причиной подобных происшествий. Так произошло и на площади Ленина в областном центре. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Форд» сбил пенсионерку. Женщина попала в нейрохирургическое отделение Гомельской больницы. Пешеходный переход – это единственное место, где можно перейти дорогу безопасным способом. Поэтому, уважаемые водители, будьте предельно внимательны, пропускайте пешеходов. А пешеходы, прежде чем перейти дорогу, смотрите по сторонам, убеждайте в своей безопасности. Зашли к браконьеру в гости и задержали его за незаконное хранение оружия, боеприпасов, рыболовных сетей и добычу диких животных. В жлобине сотрудники природоохраны арестовали браконьера дома, а не в лесу. Мужчина оказался еще тем охотником. Он прятал у себя в жилище незарегистрированное охотничье ружье, патроны и запрещенные орудия рыболовства, включая составные части электроудочки. А в холодильнике у браконьера хранилось мясо диких животных, головы и копыта европейских косуль. Сумма нанесенного ущерба – почти 12 тысяч рублей. При опросе гражданин пояснил, что он незаконно без надлежащего на то разрешения в период с октября по ноябрь добывал этих косуль в охотничьих угодьях Жлобинского района. Гражданин во дворе он в изолятор временного содержания. В перспективе его ожидает уголовная ответственность по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ГАИ сообщают о затруднении движения на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Гута. В очереди скопились большегрузные автомобили, в связи с чем водителям временно рекомендуют выбирать другие пути и пункты пропуска, чтобы избежать задержек. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Виктория Кебикова в полуфинале чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Индии. В одной четвертой финала весовой категории до 81 килограмма гомельчанка была сильнее соперницы из Казахстана Фаризы Шалтай, чем гарантировала себе как минимум бронзовую награду. Виктория Кебикова стала первой белорусской спортсменкой, которой удалось попасть в число медалистов мирового первенства. Полуфинал с участием белорусский состоится завтра. Завтра женская команда гонбольного клуба «Гомель» узнает соперника по 1-8 финала Кубка вызова ЕГФ. Жеребьевка состоится в штаб-квартире Европейской гонбольной федерации в Вене. «Гомель» оказался во второй корзине. Потенциальные соперники команды Томожа Чаттера, Хорватская Кока, Испанские Малага и Ракаса, Израильский Макаби, Македонский Пелистер, Голландский Геониус, Польская Погань и Шведский Кристиан Стат. Первый поединок 1-8 финала состоится 2-3 февраля. Ответные через неделю 9 и 10. В Доме футбола состоялась жеребьевка всех раундов 29-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. Заявки на участие подали 30 команд. Стартует турнир со стадии 1-16 финала. Финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Оршанский и Витен из столицы этот этап пропускают. 29 декабря в 1-16 финал сыграют 7 команд из Гомельской области. Гомельские ВРЗ и Светлогорские ЦКК отправятся в Речицу, где их соперниками будут соответственно Абгрейд и Сириус. БЧ в Рогачеве встретится с командой Гомель-Молоко. Светлогорский Химик ждет в гости Микошевический Гранит. Поединки 1-8 финала состоятся уже в 2019 году, 9 января. Финал запланирован на 17 января. С местом его проведения Белорусская ассоциация мини-футбола еще не определилась. В Гомеле сегодня прошел первый областной юношеский турнир памяти тренеров по вольной борьбе Гомельской области. Мемориал посвящен четырем наставникам – Валерию Кожемякину, Николаю Кондратенко, Станиславу Горло и Леониду Харкевичу. Каждый из них внес весомый вклад в развитие борьбы в регионе и стране в целом. Среди их воспитанников – призеры чемпионатов Европы и мира и Олимпийских игр. Сергей Смаль, который тренировался под руководством Валерия Кожемякина и добрался до Олимпийского пьедестала, сейчас сам уже заслуженный тренер и воспитывает спортсменов мирового уровня. Опыт наставника помогает. Я даже сейчас работаю тренером, что-то вспоминаю, что делал он, что-то добавляю свое, что он со мной, как говорится, экспериментировал, делал то же самое, пытаясь притворить в жизнь. Участие в областном турнире памяти тренеров по вольной борьбе приняли юные спортсмены из нашего региона, а также из России. Организаторы уверены, что мемориал станет традиционным. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.